Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, то, что кабинет министров остался почти без изменений, для вас стало неожиданностью? Ну, я имею в виду, конечно, прежде всего, госпожу Скворцову, что она стала министром. Нет, ну почему неожиданностью? Ну, во-первых, я не люблю резких движений по жизни. И как раз на Скворцову я знаю, что пишут, что говорят, все знаю. Но я всегда излагаю и говорю то, что я думаю, вне зависимости от того, что думают другие. Скворцову досталось здравоохранение, во-первых, в тяжелом состоянии, и, во-вторых, так недофинансировано, как ни при каком другом министре раньше. Финансовый блок снизил финансирование здравоохранения в России до 3,2% внутреннего валового продукта в рублях. Это в три раза меньше, чем в других странах, где здравоохранение более-менее такое. Там до 10% ВВП в евро и в долларах. И, конечно, в этих условиях сделать прекрасное здравоохранение сложно. Поэтому, когда мы откровенно говорили с руководством страны, мы сказали следующее. Вы хотите, чтобы здравоохранение в России было такое, как там? Ну, дайте хотя бы половину из того, что там есть. И я хочу сказать, что нас услышали. Я хотел бы здесь уточнить. Когда произносится, мы говорили с руководством страны, под мы подразумевается доктор Рошаль, а под руководством страны подразумевается Путин? Ну, если хотите, и так, но не только я. И говорили не только с ним. Поэтому я говорю, мы говорили. И вот тот поворот, который сегодня наметился в сторону улучшения финансирования здравоохранения, меня лично радует. 5% ВВП, если мы не сломаем до конца советскую систему здравоохранения, у нас будет нормально. И Скворцовой достался этот период. Это сложный очень период. Причем разрушение советского здравоохранения началось задолго до Скворцовой, прежними министрами здравоохранения. Это закрытие ФАПов, врачебных участков сельских, ну, до двух, до трех тысяч при прошлых министрах закрывалось. Скворцова как раз остановила это. И заставила вернуться к вопросу о здоровье всего населения в сложных условиях таких. И при Скворцовой число ФАПов, которые закрывались, они стали минимальными. А вот дорастать по стране, работа с губернаторами, заместителями губернатора по социальным вопросам, много с финансовыми группами позволило сейчас наращивать вот эти ФАПы и так далее. Что такое ФАПы? Это фельдшерский акушерский пункт, это село. Есть врачебные участки, есть ФАПы. Есть фельдшерский пункт, пункты ФАПа. И, естественно, в этих условиях сохранить или каким-то образом не дать разрушиться до конца российскому здравоохранению, огромной роль, конечно, принадлежат и Министерству здравоохранения. Скворцовой в этих условиях было очень сложно. Но Скворцова, она доктор, она доктор высокой квалификации, она нейрореаниматолог. Вообще, это одно из самых сложных дисциплин нейрореаниматологи. Это после инсультов различных, когда есть нарушение деятельности коры головного мозга. И реанимировать таких больных надо иметь самому хорошую голову. Вот она вот и имеет. И она широкообразованный человек. С ней можно говорить на медицинские темы. А это очень важно, когда говорить с человеком, который понимает медицинские темы и может ставить акценты какие-то. Ну, она так, небольшого роста, да, но она очень мощная. Мощная. И, кроме того, у нее в этих сложных условиях есть видение развития здравоохранения. Куда пойдем? Куда мы придем не только вот завтра проснемся, а через три года, через пять лет, через десять лет. Доволен ли я, что она осталась министром здравоохранения Скворцова? Да, я доволен. И перемены, конечно, будут и будут в лучшую сторону. Я оптимист.